Какой на вкус компот из школьной столовой, как проходят уроки, главное, как организована готовность 11 классов к написанию итогового сочинения, как допуска государственной итоговой аттестации. Все это сегодня проинспектировал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышев, который сейчас находится в республике с рабочим визитом. Какое мнение сложилось после проверки, расскажет Фатима Даурова. Первым объектом посещения инспектора стала 19-я гимназия Черкеска. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко, как принимающая сторона, после приветствия проводила гостя сразу в актовый зал, где вот-вот выпускники этого года должны были начать писать итоговое сочинение, которое станет допуском государственной итоговой аттестации. По всей республике 1784 11-классников покажут и докажут способность сочинять прозу. Борис Чернышев пожелал экзаменующимся удачи. Не надо волноваться, все пройдет великолепно. От Рособорнадзора, от Министерства просвещения, от всех чиновников мы хотим сказать, что у вас все получится, даже не сомневайтесь. Это как такой мини-предэкзамен, но даже не воспринимайте его как предэкзамен, воспринимайте его как смотр сил перед сдачей единого госэкзамена. Затем делегация направилась по предметным классам. И здесь инспектору было интересно пообщаться с самими учениками и включиться хоть и на минуту в образовательный процесс, задавая вопросы, интересующие его. Какое место в России вы хотели бы посетить, как вам кажется? Раз вы у доски уже? Москву и Санкт-Петербург. А почему? Ну потому, что это столица и там много достопримечательностей, которые я хотела у нас. А может быть, куда-нибудь сюда, на Дальний Восток, Петропавловск, Камчатский, например. Борис Чернышев также прошелся по кабинетам химии, истории, посмотрел организацию урока здоровья в бассейне, где дети с удовольствием учатся плавать под присмотром тренера. Директор 19-й гимназии Людмила Ревенко также с гордостью продемонстрировала гостям умение учеников, занимающихся в танцевальном зале, исполнять бальные танцы. Ну и, конечно, федеральный инспектор не мог не поинтересоваться организацией школьного питания. Он спросил о составе меню, о сочетаемости продуктов, о вкусовых качествах. Ребята, приятного аппетита! Спасибо! Как вкусно кормят вас в школе? Очень вкусно! Молодцы! О жизни школы гостю рассказали и юные корреспонденты, которые занимаются журналистикой в кабинете мультимедийных возможностей. Добрый день! В эфире школьного телевидения «Вести гимназии». По всей школе ребята собирают информацию и уже здесь ее обрабатывают. Можно сказать, что здесь подрастает новое поколение журналистов, смена наша. По итогам экскурсии по учебному заведению и оценке увиденного, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов поделился впечатлением. Конечно же, не всякая школа может похвастаться своим бассейном, такими условиями, чуть ли не тренажерный зал. Не каждая школа может похвастаться мультимедийными решениями и возможностями, которые здесь присутствуют. Поэтому школа лидер. Мы должны поддерживать всячески увеличение количества подобных школ по нацпроекту. На этом программа рабочей поездки не заканчивается. Познакомимся, как реализуется национальный проект «Демография и образование», то есть строительство яслей на территории нашей республики, строительство общеобразовательных организаций. Мы ознакомимся с ходом работы всероссийских проверочных работ. Также мы ознакомимся с оценочными процедурами, которые на сегодняшний день проходят на территории нашего региона. Катима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаева, Черкесия.